по-моему эфир начинается команды режиссера я не слышала они там долго копаются а у ребят мы начинаем мы готовы можем начинать тема зависимость от гаджетов сегодня поставим самый бесчеловечный эксперимент мы лишим взрослых самостоятельных людей и подростков их гаджетов разговариваю сама собой шизофреник кто первый не выдержит и выйдет из реального мира обратно в тот где всегда на связи как избавиться от зависимости и возможно ли это вообще ищем истину вместе с нашими экспертами виктор посинчук программист уверен что в попытках отказаться от гаджетов нет никакого смысла скоро мы будем жить совсем в другом мире оксана журавлёва продвинутая мама ввела свой гаджет контроль среди домочадцев юлия купрейкина психолог расскажет как выявить симптомы гаджета зависимости и чем от нее лечиться по результатам последних исследований современные люди используют свои гаджеты по семь с половиной часов ежедневно семь с половиной часов то есть столько же сколько спят внимание вопрос мы живем в эру цифровых технологий и без электроники и интернета мне кажется встанут заводы родители сойдут с ума просто без связи с детьми а студенты просто не смогут выполнить домашнее задание и вопрос к специалистам гаджеты это все-таки благо или или зло зло это как атомный реактор умеете пользоваться польза не умеете пользоваться ну пардон будет чернобыль я думаю что это условия которое сегодня приходится учитывать но относиться к этому как к отрицательному или положительному явлению не стоит нужно видеть и плюсы и минусы как там говорил дядюшка человека паука с большой силой приходит большая ответственность да вот интернет да это большая сила пользоваться ему тоже большая ответственность одна из крупнейших американских компаний между прочим объявила необычный конкурс нужно целый год провести без смартфона победитель получит 100 тысяч долларов я прямо сейчас телефон выкину и загремишь в реанимацию с острой информационной недостаточностью я вообще не могу представить психологический портрет победителя но мы можем хотя бы попробовать выявить претендентов кандидаты мы провели эксперимент и попросили людей продержаться хотя бы полчаса ну тренировочка так сказать сколько времени вы сможете провести без гаджетов неделю день продержитесь хотя бы полчаса участники эксперимента на 30 минут останутся наедине с самими собой что предложит им делать внутренний голос евгений кульсу анастасия надежда василий никита аскен любовь это люди разного возраста пола с разным темпераментом и предпочтениями их объединяет только одно любовь к гаджетам а ногами трогать нельзя нет люба 12 лет в анамнезе телефон планшет и компьютер полный набор подростка я хочу рассказать о себе я испортила себе зрение по что постоянно играла в телефон мой телефон нашли вот смотрите экран телефона вокруг какая ранг а уровень его телефона также дальше бежала от подъят разговаривала сама с собой шизохреник все рассказы любы как один сводятся к телефону она пытается отвлечься танцуя но надолго ее не хватает то ли дело мама любы надежда стойкий нордический характер демонстрирует кульсум и аскен муж и жена даже не смотрели на телефон хотя оба утверждали что страдают зависимостью и гаджетов в их жизни слишком много подростки чувствовали себя более раскованно перед камерами это дурачество или невроз без гаджета смотрите внимательно хотя и гостчур несу это все пишет на пятнадцатой минуте эксперимента мы осуществляем провокацию звоним участникам эксперимента прямо в студию с незнакомого номера и засыпаем эсэмэсками ты где и перезвони срочно удивительно но первой из эксперимента вышла сдержанная надежда она сняла трубку алло оставшиеся семь участников эксперимента продержались все 30 минут пока мы живы можно все исправить все осознать раскаяться простить никита скажи вот серьезно было очень тяжело какие мысли приходили ну различные мысли о том что там в школе том что надо переосмыслить свою жизнь и прочая фигня которая обычно перед сном приходит а аскенов в вашей голове что происходило в этот момент больше скорее всего планирование то есть то самое время когда ты можешь просто посидеть подумать что о чем-то будущем что же еще предстоит сделать ближайшее время а между прочим у людей зависимых от социальных сетей видеоигр наблюдаются те же изменения в психике что алкоголиков и наркоманов к такому выводу пришли ученые из австралии юлия скажите пожалуйста все действительно так серьезно информационная зависимость она формируется таким же образом как любая другая зависимость и этот эксперимент он наглядно показывает что человек не может одновременно потреблять информацию одновременно думать для элементарного решения и погружения в какую-то проблему требуется как минимум 23 минуты а нам очень сложно выдержать порой минут пять-семь людям выросшим буквально с гаджетом в руке сложно сложнее концентрироваться да чем другим людям они смогут работать на какой-то работе которая требует внимания концентрации усидчивости у нас будут еще целковские в конце концов или нет я думаю что целковских будет гораздо меньше человечество действительно глупеет гаджеты нас освобождают от многих обязанностей нам даже сложно сориентироваться на местности мы скорее смотрим карту по спорте это практические навыки я не знаю как ориентироваться в лесу но нужно ли она да если сравнить меня с женщиной сто лет сто лет назад я глупее нее только потому что не умею ориентироваться в лесу для выживания нужна информация но сейчас информации слишком много и сейчас она носит примитивный характер я стараюсь несколько минимизировать то что тратит время впустую например например даже те же самые ленты социальных сетей это на самом деле достаточно хитрый механизм и коварный вот и в лентах на самом деле особенно в таких соцсетях как инстаграме фейсбук крайне не рекомендуется ставить лайки на котиков и на прочий отвлекающий контент потому что это будет влиять на ленту и котиков станет больше на котиков станет больше чего-то умного станет меньше и уля вот как определить есть ли зависимость если какие-то симптомы по которым можно понять что я у меня точно уже зависим да когда он ложится с телефоном спать просыпается и первое что он делает это его рука тянется к телефону он идет с ним в туалет он идет с ним на кухню если он две минуты туда не заглядывал у него возникает некоторое беспокойство я что-то пропустил это признаки зависимости давайте прервемся продолжим обсуждается гаджетозависимость сразу после рекламы укоротить глюкозу и договориться с инсулином мы докажем что диабет не приговор необходимо за питанием следить личные истории и победы над заболеванием в телепроекте жизнь не сахар я поднимаю правую ногу немножко так чтобы человек не видел секунд 10 у меня все отпускает хорошее бронхит остеохондроз туннельный синдром это статическое напряжение рано или поздно вызовет мышечный спазм как бороться с заболеваниями приобретенными на работе необходимо делать короткие перерывы и проводить в это время простые упражнения это профессиональное новые выпуски каждый четверг в омском эфире телеканала продвижение я наверно всегда слушаю свое сердце вот прям вот сто процентов дзынь хотите заглянуть на кухню женского бизнеса основной наш канал продвижения это сарфанное радио пошел косиклых народ мечтаете узнать как в декрете построить свой бренд с нуля все что не придумывается все связано с детьми это маркетинг это реклама это пиар это продвижение мама в деле новые выпуски каждую субботу в омском эфире телеканала продвижение в эфире программа нлп нестандартно и легко о психологии сегодняшняя наша тема это зависимость от гаджетов у меня вопрос к оксане как вы считаете все таки вот по поводу возраста во сколько лет вы впервые дали своим детям гаджеты старший ребенок все таки ему сейчас 24 года и первый гаджет у него появился лет пять свой свой что это было это был компьютер компьютер сразу я не стала мелочиться а второй ребенок он уже более современной так скажем девушка 14 лет и гаджет появился буквально вот как она начала самостоятельно передвигаться что-то брать и у него появилось какое-то занятие которое в принципе ну ее веселит меня освобождает а вы не жалеете что так рано дали гаджета своим детям нет то есть ребенка нужно направлять если вы хотите получить грамотный результат вы должны вместе с ребенком войти в этот информационный поток иначе результата не получится соответственно надо безусловно идти к этому приучать возможно даже рано к созданию к ряд креативности к использованию его как инструмент для того чтобы делать какие-то интересные вещи возможно это будет анимация возможно это будет программирование может быть рисование может быть музыка приучать к инструменту к созданию настя никита у вас скольки гаджеты появились у меня появился первый гаджет в шесть лет когда только пошла в школу и мне купили самый маленький кирпичик я приходила в школу отзванивалась маме и все откладывала его я же не психолог но наблюдать приходится так как я тренер спортивной секции да дети 5 8 лет у них телефон действительности у всех только чтобы отзвониться маме и папе допустим есть возраст 9 12 пришли они пришли заранее они пришли минут на 40 на час раньше чем запланирована тренировка они сели в раздевалку и тишина полная был такой момент когда я зашел в раздевалку очередной раз они опять сидят сажусь к одному смотрю а он пишет сообщение тому кто рядом сидит тебе чё трудно с ним так поговорить это проблема на мой взгляд то что вы говорите что в телефоне сидят например люди и общаются друг другом хотя они сидят рядом это общепринято уже в некоторых азиатских странах той же самой японии для них это уже является нормой да парень девушка идут на свидание сидят рядом на лавочке друг с другом в телефоне почему нации интровертов возможно мы идем к этому же я не считаю что общение по интернету это виртуальное не настоящее общение я общался им по интернету потом с некоторыми людьми с кем познакомился в интернете я общался лично и мне понравилось юль я хотела дать возможность вам ответить на доводы программистов сегодня у нас ну растет скажем так тенденция к депрессии мы при помощи гаджетов при помощи интернета при помощи социальных сетей как бы обманываем себя реальные потребности не удовлетворяются то есть депрессия у нас почему не с кем поделиться не с кем поговорить если ребенок обращается к родителям а родители вот в его жизни информационный гаджетный хоть какой-то вообще никак не участвует они не понимают что с ними происходит сможешь мамы обсудить как какое наполнение компьютера но сделать апгрейд ты понимает то что депрессия то есть ребенку есть кем обсудить но в большинстве случаев детям не с кем это обсуждать и он методом тыка идет по этой жизни они просто другие то есть у нас этого не было и поэтому мы сейчас пугаемся юля у меня вот вопрос как мамы надо бороться или оставить в покое как есть направлять да если бороться то как бороться не надо нужно работать с этим это альтернатива безусловно есть но она сложная какая нужно учиться общаться реально общаться это общение должно быть не поверхностно это общение должно быть качественное и так получив такие результаты эксперимента где люди вели себя буквально как тигры в клетках мы решили его немножко продлить немножко его видоизменив и на втором этапе у нас у наших испытуемых была компания только уже живая живая не виртуальная давайте посмотрим задание меняется теперь людям предстоит просидеть полчаса вдвоем найдут ли о чем поговорить мать и дочь муж и жена школьные приятели не показывая друг другу картинки и видео из интернета мы немного упростили задачу испытуемым и положили на стол бумагу и ручку первой мыслью почти всех пар было начать играть в крестики нолики но им быстро это наскучило зачем я хочу я обожаю рвать бумагу ты понимаешь я целый я на паре зачем ты рвешь бумагу я обожаю звуковущейся бумаги и уже можно есть надо будет спросить елена леонидовна по поводу репортажа мама говорила кто сейчас не об этом о чем-нибудь интересе давай предлагай вот ты у нас отвечаешь за интересное давай говорить как сергей дружко давай говорить как сергей дружко да для этого нужно говорить больше одного слова на первых минутах люди чувствовали себя неловко они явно не знали что делать и о чем говорить друг с другом но очень скоро аскен и кульсум принялись планировать отпуск а после играть как в детстве позже аскен и кульсум скажут что это было почти свидание которые в их семье с появлением двух детей и гаджетов сошли на нет подросткам кажется тяжелее сконцентрироваться на чем-то одном такая интересная передача ситуация страшно между прочим то что вы сейчас видели не баловство и не издевательство над людьми мы продемонстрировали вам digital detox дословный перевод цифровая диета то есть люди на полном серьезе не заходят на определенные сайты берут гаджеты в руки строго по времени все как с продуктами питания интересно как срываются с такой диеты начинают беспорядочно заходить на сайт или ночью обнаруживать себя лайкающим все подряд а давай спросим наших испытуемых по нашей просьбе они продолжили эксперимент провели день без гаджета провели получилось удалось ну давайте по очереди аскен в течение дня мы там договорились с друзьями поиграть пимбол съездить ну значит все мне телефон в машине будет я пока пимбол пока то все потом уже вечер и так наверное день пройдет в итоге пимбол все мы играем все хорошо три часа классно все телефоны рядом не проходит три часа принеси там телефон давай там пофоткаемся опять же он нужен эксперимент у меня начинался очень хорошо я был в частном доме с друзьями но так как мы были там два дня естественно с утра никто рано нет интернет с утра никто очень рано не проснулся я просыпаюсь смотрю на настенные часы и мне уже рука тянется посредо время в телефоне да я удивительно для себя убрался в той комнате где спал и нас уже увезли и мне нужно было мы стояли втроем на остановке где-то очень далеко от места моего проживания мне нужно понять как мне добраться до дома вот без гаджета до дома человек не может добраться никак я сначала смотрел там дубль гиз этот мой маршрут и все второй день другой день у меня с утра не получилось я с утра посмотрел а потом ко мне у меня сестра из чехии приехала и я забыл телефон дома и вообще не до этого было кольфово было классно очень а у вас как обстоят дела получается я решила провести эксперимент в выходной после того как я была за городом вместе своими одноклассниками так я думаю все телефон у меня отключился потому что села батарейка нас отвезли домой я доехала спокойно без использования дубль гиза даже в дороге даже музыку не слушая о боже чем-то занималась всю дорогу смотрела в окно вот потом я приехала домой и поняла то что у меня нету домашнего нету домашнего задания и мне пришлось в этом моменте включить телефон спросить домашние своей подруги юля что вы увидели в этом эксперименте наконец-то вот мы дали то самое общение про которое говорили нам не хватает ежедневно я увидела что есть с этим сложности как как вы поняли люди начинают очень долго думать о чем же можно поговорить хотя нет ничего интереснее человека который рядом с нами но как к этому человеку подступиться как найти тему для разговоров лучше всего это получилось в семейной паре этот роскошь на сегодняшний день дать себе возможность побыть друг с другом и свое внимание подарить друг другу как справиться с такой киберзависимостью поговорим сразу после рекламы самое пожил яркое для меня впечатление эмоциональное так называемые драма батлы есть свободное время мы покажем самые интересные места города ты находишься в самой картине один на один представим вам главные культурные события недели с полным правом заявить выходные огонь смогут и зрители нашей программы свободное время искусству нужно учиться как любому делу в жизни откровенные не хочу чтобы зрители видели страх от картин интересны я мог всегда из перспективы роста неравнодушные пусть музей будет чудом пусть посещение музея будет радостью наши люди новые выпуски каждое воскресенье в омском эфире телеканала продвижение мы вернулись напоминаю говорим о гаджетах и зависимости от них и я думаю пришло время перейти от теории к практике юля скажите пожалуйста вот если все таки человек обнаружил у себя зависимости решил от нее избавляться что ему делать снизить дозу и найти альтернативы а если вот родные и близкие ты замечаешь за ними что они не вылезают из виртуальной в реальную жизнь как быть потому что обычно когда ты говоришь хватит убери телефон прекрати играть в игры это вызывает только негатив а агрессию и другой реакции ты уже и даже не ждешь нужно предложить человеку это альтернативу заинтересоваться этим человеком поговорить на его актуальные темы на его интересные темы виктора я знаю что существуют специальные приложения которые помогают или якобы помогают бороться с зависимостью от гаджетов приложение для борьбы с приложениями это как выделять деньги для борьбы с коррупцией приложение есть тот же самый iphone с какой-то версии с 12 и уже включает контроль над экранным временем с полными отчетами недельными с графиками что на что время ушло какая динамика позвонит с предыдущей недели и так далее это на самом деле очень полезные инструменты очень хорошие да гаджеты многое делают за нас и мы решили проверить что вообще может современный человек без подключения к сети наш третий эксперимент о том сможем ли мы вообще выжить без помощи наших цифровых друзей задаем испытуем им вопросы которые в наше время принято мгновенно гуглить я не знаю я знаю что это такое типа штука по которой обрисовывают тогда не знаю все сдаемся лекала заприняюсь ответить форма контуры из на контуры до контуры рамка нет картинка нет а можно интернетом переводить переводка штамп имейл свой 31 6 4 4 0 31 когда отправляются письма я получает списался почтовый индекс но я его не помню не мама вы диктовала 644 18 я себе не знаю нет я на алиэкспресс часто заканчиваю там что-то типа 64 84 6 нет ну примерно 319 нам нужно 11 а как это считается я мая давай повторить еще на мама ты знаешь как я возьму одежда 6 а сканта тебе был вопрос 514 514 514 514 вы уверены что она есть это кировск нет это нефтяники так она точно называется в октябрьском районе такой улицы не помню честно тебе скажу тут нет серьезно посмотрите сами да я нашел это разве не кировск нет улицы проспекты переулки на букву д нету где прости это декабристов вот 12 декабря давай вот я допустим советский смотрю ты другой Cob Separate вот городок косников проезжаем дальше я на всякий случай кировский посмотрю просто она вместе там где всегда мороз трут со спиной медведи а земную ось на оно на она это на белом свете Там не всегда Труд со спиной медведи А земную ось Мимо летят планеты Таксист сегодня играл эту песню 200 лет назад девушка ее возраста Которая бы сумела сложить две эти цифры Была бы просто гением Цивилизацию двигают единицы То есть мы только база Я на самом деле полностью соглашусь С предыдущим оратором Потому что действительно Гением нынешнего времени У них такие инструменты, такие потрясающие возможности Им открываются Не все будут двигать цивилизацию То есть кому-то вполне возможно Достаточно потреблять контент И они будут с этим вполне счастливы Потому что в прошлом веке они бы занимались Тем же самым, но каким-нибудь другим способом Юля, да, у психологов Есть какие-то прогнозы по поводу будущего? Будем как аватары безликие Самих себя? Вы знаете, на сегодняшний день Очень много сценариев развития будущего И все очень ждут Пришественности искусственного интеллекта Совсем недавно Андрей Владимирович Курпатов Написал книгу Четвертая мировая война В которой описывает Ну, какие-то основные сценарии Того, что будет происходить Основываясь, опять же, на прогнозах ученых И там, на самом деле Не очень все оптимистично для человека Какие новые болезни появляются у психологов? У психологов все закончится тотальной депрессией Ощущением несчастья Основная болезнь, которую придется лечить Да, но она продлится недолго Настя, Никита, а как вы видите будущее? В конце концов, оно за вами? Ну, даже если искусственный интеллект дойдет до такого Ну, я думаю, его каким-то образом можно очеловечить И если он сможет заменить человека Я даже не знаю, хорошо это или плохо А не страшно, что машины заменяют человека? Не помогают ему? Не страшно, что вы не нужны-то будете? Да, могут появляться новые профессии С приходом новых технологий Например? Смазать ногу роботу Да В общем, ура, товарищи! Можете возвращаться к своим гаджетам Что-то не очень хочется после всего, что мы здесь услышали Я вот, скорее всего, пойду лучше книжку почитаю Ну, или погуляю в парке Вот погуляй и постарайся запомнить этот мир таким, какой он есть Ведь наши эксперты говорят, что скоро он изменится А мы в любом случае продолжим его изучать в программе НЛП Нестандартно и легко о психологии До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин